Привет, приветики! Сегодня у нас номера какая-то, собачканая. Очередной день видеоблога. Мы идем с Яриком с самого утра на Валберис, чтобы забрать наши заказы, которые уже лежат, наверное, неделю. Хочу покажем вам, что в ней будет. Забрали мы вещи. Приду уже домой. Покажу, что именно. Это рукодельная, нет. Ярослав пошел переодеваться в джинсы. Сейчас посмотрим. Там двое я брала, какие будут лучше. Мы уже домой. Короче, по поводу джинсов. Я заказывала там двое джинс, двух разных магазинов, двух разных моделей. Очень по хорошей цене. Но получилось так, что одни, что вторые были велики. Причем такая странная модель была. Я даже на себя померила. Так как была очень хорошая цена. То есть они, получается, были в попе огромные прям, а по длине прям короткие. Короче, не знаю я. Модель странная, поэтому отказались. Что я забрала? Забрала вот такую ножеточку. Я уже неоднократно заказывала ее. Мама свою подарила к сестре своей и попросила себе заказать. Заказала я такую ножеточку. Заказала потом вот такую вот электрическую зубную щетку со сменной насадкой. Это у меня для розыгрыша. Подарок будет для девочек такой. Вот, чисто символически. В один из розыгрышей у нас два розыгрыша вообще в структуре получаются. Потом заказала по хендмейду вот такие вот стоплеры для спиц. Потом заказала вот такие карабинчики. Это я буду делать сумку. Вязать вот. Будет круглая сумка. Таблетка она называется. Вот основание и вот с такой пряжей. Попробую вязать. Заказывала тоже с разных магазинов. Вроде цветовая гамма должна подойти. Вот такие покупки были на Валперес. Сейчас я быстренько перекусила. Думала сходить в магазин. Потом посмотрела. А, вроде бы есть еще что нам покушать. Уже завтра пойду. Ой, как раз деньги уже компания переведет. По идее уже сегодня к вечеру. Завтра должны быть от компании, от Фаберлик начисления мне. То, что я работаю с ней, сотрудничаю. И что? И все. И пойду сейчас, я, наверное, буду начинать работать. Там дальше будем смотреть, как пойдет наш день. Так что, вот такие вот покупочки. Артикулы, все эти товары оставлю в своем телеграм-канале. Под видео будут ссылочки все. Переходите под видео, смотрите. Продолжаем наш день. Хочу вам кое-что показать. Похвастаться. Какой у меня сын помощник. Картошечку чистит. Молодец. Супчик будем варить. Да? Ярусия. Да? Ярусия. Да? Вот. Так, сейчас я тоже здесь поубираю. Я пока в комнате убираю. Ярослав помогает. Князь мешает. Помогает мне застилать кровать. И бегает туда-сюда. Играет, кстати, с этой игрушкой. Где она? Вот она, князь. Тики-тики-тики. Я ее на скотч, короче, прилепила. Вот. Периодически слышу, как он ей гремит. Мне кажется, она сейчас отлепится. Еще немного. А нет. Нормально. Вот так вот. Ой. Ножка зачеталась. Такой ты смешной. Такой ты смешной. Помощник. Так ты мне помогаешь кроватью застилать. Так ты мне помогаешь. Да? Я начинаю застилать. Он сразу прыгает. Жаль, не покажу. Хоть ты штатив ставь. Сейчас попробую подождить. Хоть одной рукой. Покровала-ти постелить. Сидит, смотрит. Ну давай. Князь. Помогай. Помогай мне застилать кроватки. Помогай, 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 помогай. Все, кусаться не будем. Ладно. Все. Ярику будет застилать. Такой гладенький, хорошенький. Продолжаем наш день. Наконец-то дошли у меня руки до этого рецепта. Это мне скинула девочка с моей структуры лидер. Кексика. Говорила, очень вкусные получаются. Прямо обвалдеть. Но я сделаю на пол рецепта. Попробую. И потому что у меня всего два яйца. Всего. Вот. Завтра, например, ярику перед тренировкой яичко будет хорошо пожарить. Поэтому по этому рецепту буду пробовать делать тоже, кому нужно. Сохраняйте себе. Вот. Мы посмотрим, что у меня получится. Получилось довольно-таки густое. Но мне Света сказала, что так и надо. Что оно должно получиться, как густая сметана. Вот я кое-как по этим расставила. Разложила. Единственное, сюда вообще мало получилось. Все, сейчас она делала в микроволновке. Но я буду делать в духовке, так как у нас микроволновка тоже древняя. Поэтому я поставлю духовку, разогреваю 180 градусов, на минут 20 поставлю. А там уже буду контролировать по готовности. Покажу потом, что получится. Пришло время доставать наши кексики. Посмотрим, что у нас получилось. Я их немножко переставляла еще. Вот такая вот красота. Вот такие они получились. Я попробую. Если они у меня получились, все мне понравится, все я правильно сделала, то, может быть, следующий заход мы сделаем с глазурью. Так как глазурь у меня есть, я покупала для пряников этих, имбирных. Чувствую, до пряников еще далеко. Такие прям мягенькие. Видите? Мне кажется, должны быть нормальные, да? Ну, пусть немножечко остынут. И посмотрим. Ну, мягкие такие прям. Продолжаем наш видеоблог недельный. У нас вырубили свет. У меня без света даже ноутбук не включить, потому что он старенький довольно-таки. И там батарея без включения в электроэнергию вообще не работает. Ярослав собрался, пошел на тренировку. Собирался, свет был. А мне сейчас надо поискать спички, чтобы подключить плиту, потому что у нас там электропольжик. Честно, вот немного пожалуюсь я. У меня очень позитивный как бы канал, да? Я стараюсь всегда рассказывать все хорошее. Но честно, у меня этот ремонт уже, вот реально, девочки, мальчики, просто вот реально заколебал. Я понимаю, что надо его делать, но это просто уже, я не знаю. С самого, каждый день, каждый день с самого утра, начиная где-то иногда уже с 8 часов, но в основном с 9, дети каждый день стучат, что-то сверлят, что-то режут, болгарка. Болгарка вообще целый день просто звучит. Но это еще было бы ладно. Такие у нас за стенкой получаются. Там люди купили, видимо, квартиру и тоже делают капитальный ремонт. И там постоянно какие-то тоже трубы режут, что-то делают. Ребята, вот честно, уже вот накипело. Просто не передать. Это трындец какой-то. Каждый день, каждый день. Где-то чаще, ну, дольше, где-то чуть меньше. Но каждый день у нас это болгарка. Это просто жуть какая-то. Я сегодня, честно, встала, ну, вообще никакая. Еще и свет выключи. Ну, что ж такое. Короче, я не знаю. День сегодня начался совсем не так, как я предполагала. Но пусть будет так, что это самая большая проблема на сегодня. Вот, поэтому сейчас поищу спички, пырскаю свои растения. Я надо им туши сделать в воскресенье не делала. И не знаю даже, и не поработать. Вот, честное слово. Попробую поработать с телефона, что смогу, сделаю. Вот, если до того момента, как я закончу свет, не включат, то, не знаю, сяду, буду вязать. Вот, еще и батарея на телефоне садится. Короче, не всегда у меня позитивный влог, дорогие мои. Но это жизнь, что поделаешь. Вот, поэтому буду сейчас пробовать завтракать. Потом быстренько пробовать поработать. И если не включат свет, то, может, еще поубираю, что смогу без электричества поубирать. Немного хоть перекушу. Ну, слава богу, Ярик хоть успел собраться, пойти нормально. Князь, ты часу не кушал опять? Не хочет этот корм есть для стерилизованный. Ай, тут же перебора такой. Ну, что, может, включили уже свет, нет? Нет. Ну, ничего, включат. Свет нам дали. Электроэнергию где-то в районе трех часов. Вот, я сидела, вязала, вязала. Потом вообще уснула. Вот. Ну, хорошо иногда лечь и поспать просто среди дня, да. Я не особо часто себе это позволяю, но иногда, я думаю, что можно, чтобы организм отдохнул. Я собралась, немного сонная до сих пор. Иду забирать заказы. Два из них я сразу же вышлю почтой. Один мне надо будет завтра, наверное, скорее всего, девочке отдать. Она здесь, в моего района. Вот. И подарок еще буду высылать почтой. И мне пришла еще смс-ка на телефон, что на мое имя получена какая-то посылка. Но я думаю, может быть, это, которые китайские уже были, я забрала. Не знаю. Может, какая-то запоздавшая смс-ка. Короче, буду на почте, тоже сразу спрошу. Вот. Что еще? Завтра Ярослав на соревнования поедет. Надо будет ему приготовить какую-то собойку, потому что мне, как правило, едут с самого утра и возвращаются аж после обеда. Вот. Что еще? Ну, наверное, и все. Приду уже. В магазин еще хочу зайти. Надо было мне туда идти. Ладно, ничего. Зайду еще в магазин. Как обычно, наш ритуал, когда я забираю заказы, куплю суши. И пойду забирать заказы. Там сразу же упакую. Так, здесь надо аккуратно, потому что дорога плохая. Сейчас покажу. О, какая здесь дорога. С какими выбоинами прям. Пару раз я была как-то зацепилась. Это, конечно, вообще. Вот. Так, и что я говорила? И забыла уже, что я, короче, говорила. Да. Вылетела из головы. Я же говорю, я видео снимаю без каких-либо сценариев. Вот прям как оно есть, так и снимаю. Что в голову приходит, то и рассказываю. Поэтому мой канал, он действительно очень честный. Не преувеличивая. Откровенно. И именно вот все происходит так, как оно есть. Потому что я знаю, что очень многие блогеры, очень многие пишут сценарии. Потом по этим сценариям рассказывают. Ну, не знаю. Ну, дело каждого. Но, как мне кажется, это не так живо. Да. Не придает живость. Уже доделали ремонт в этом доме. Тут что-то делают. Так, в магазин сначала зайду. Много набирать не буду. Надо открасить, наверное, крышу. И потом уже пойду за заказом. Что-то интересное. Тут что-то интересного нет у нас. Ну, хоть потеплело более или менее. Ну, вот. Сегодня, по-моему, 20-е или какое-то... 20-е или 19-е марта. 19-е, наверное. День. Какой сегодня день. Среда. Что-то, правда же. Какой день. Ну, вот. Все. Иду в магазин сначала. Я кое-как дотащила два огромных пакета. Здесь у меня товары, которые я купила в магазине. Из зоомагазина. Сейчас вам покажу. Купила, короче, тяжеленную. Почти 2 килограмма корма для князя. Потому что вот этого корма детского, что я покупаю ему, нигде уже нету вообще на складах. Где-то там в Белоруссии, я так поняла, нету. Или в Бресте. Поэтому сейчас быстренько будем. Давайте сразу, наверное, смотреть. Князь уже распаковывает. На почту еще сходила. Ой, короче. Вот такую вот. О! Огромная корма я ему купила. Забрала заказы. Девочкам отправила. Ножницы прорвали. Свои забрала. Забрала. А, это скотч. Покажу, что тут мое. И еще тут один заказ остался, который девочке я уже завтра отдам. Так. Опа. А, и сейчас я еще... Князь Хвастюль, убери. Позвоню родителям, наверное, вначале. И разберем второй пакет. Потому что они звонили мне. Сейчас вспомнила. Только куда ты полез? Нет! Нет, не лезь, маленький! Говорила я с родителями. Пока говорила, все подоставала. Красота моя! Ой, да божечки! Такой он мягкий, чтобы вы знали. Такой мягкий, гладкий. Боже мой! Вам не передать словами. Такой же хороший. Такой же хороший. Ну, такая подлиза. Когда подлизывается, просто вот я не знаю. Такой же лоскулька. Боже мой! Ладно, значит, завтра девочке отдам вот такую сидушку с наполнительным из лузги гречихи. У меня тоже такая есть, но моя уже утопталась. Надо менять, наверное, будет или распострить. Как-то хотя я пыталась так, типа, растрясти. Но все равно. Вот. Но моей уже лет, ого-го, сколько? Я даже не помню, сколько лет. Вот это девочке я отдам. Потом вот такую штуку еще купила. Пила такую я один раз в жизни только. И то, когда я работала, шла на работу после дискотеки. То есть до этого была на дискотеке, а утром на работу надо было идти. Тогда я такую вот штуку пила. И то я не скажу, чтобы оно как-то там прям подействовало. Не знаю, решила взять. Что-то попалось мне на глаза. Вот такие вот штучки по акции были. Потом суши взяла, как обычно, наш ритуал. Потом по акции, кстати, был сегодня вот этот салат панский. Обычно он по 18 рублей. А сегодня был по 17. На рубль дешевле, короче, не так уж и много. Потом взяла вот такой плов. Я плов точно дома готовить здесь у себя не буду. Я не умею, да и мне не хватит терпения. Вот этот я пробовала в магазине Санти. Очень вкусный. 5 рублей 23 копейки он получился. 13, ну, 14 рублей за килограмм. Очень вкусный. Он с филе цыплем. Князь, ты что? Это не тебе. Слезь. 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 Сейчас я его уберу. Ну, ладно, пусть сидит, мы уже не поцарапаем. Так, дальше. Для кота купила с рыбой. Потому что закончились почти. С кроликом. Так, что еще от кисы? С говядиной. С говядиной. С индейкой. Для котят. С курицей. Потом и кет взяла стерилизованный. Вот такой корм. Так. Сейчас я все, наверное, остальное разгребу. И сейчас насыпем, кстати. Посмотрим. У меня баночка уже почти этот детский закончился. Сейчас я вам... Ой! Покажу, что у меня здесь творится. Может, кому-то интересно. Вот она. Вот здесь вот у нас хранился детский. Вот она. Надо, наверное, сначала вот этот ему отдать, чтобы не перемешивать. Да? Чтобы не вскрывать пакет лишний раз. Вот это вот тоже вот котячий все. Вот этот котячий. Вот этот, кстати, тоже ест. Он только для стерилизованных не особо хочет есть. Который, в принципе, вот и закончился уже. А вот этот... Я не помню, тоже какой-то заканчивается. Хочется закончиться, я вот эти пересыплю. Так. А что здесь? Ой, крышечка упала какая-то. Куда ее положить? Не знаю. Так. А, здесь у нас еще, в принципе, есть. Я что-то подумала, что как будто бы уже ничего нету. Сейчас мы красиво все поскладываем. О! Вот. И будет моей малышне счастье. Так, доел он там. Что-то пакетсал, пакетсал. Сейчас я ему, наверное, вот это заберу. Дам пауч. Половинку пауча. Потом опять это дам. Размешаю, наверное, с детским. Потому что тут вот это для стерилизованных котов. Кастрированных. Из стерилизованных кошек он есть вообще не хочет. Ну, то есть надо его прям перемешивать. Я перемешиваю. Что, для тебя столько много всего, да? Купила, мать уже затарилась. Уже в ближайший месяц, наверное, не буду ему покупать корм. Так, ладно, все. Потом поем сейчас. Чай сделаю себе. И покажу, что у меня осталось от заказов в Фаберлик. Обзор товаров, которые мои, которые у меня остались. То, что я еще завтра должна отдать. Вот это, получается, сидение с лузгой гречихи с наполнителем. Потом шампунь для волос, для объема. Я заказала себе банка тоже такая большая. И сам шампунь для объема. Ну, там еще другие средства в этой коллекции. Ой, в коллекции серии есть. Пахнет. О, волшебный. Запах довольно-таки сильный такой, да? Парфюмированный. Но мне нравится. Все равно он потом на волосах не такой заметный. Вот. Есть еще и другие средства в этой серии. Но я взяла пока что только шампунь. Потом вот такой вот крем. Очень классный для рук, лица и тела. Улажняющий слонолина. Так, дальше средства для чистки духовок и плит. Это для девочки у меня тоже такое есть. Классно справляется. Так, дальше идет у нас что-то. Это гель для душа с кремом, да? Такой кремовый. Тоже очень хороший. Потом идет вот такое интересное средство. Это себе я заказала. Это спрей для волос с морской солью. Короче, он каким-то образом придает структуру, как бы, текстуру, текстуру волоса. Помыл голову, попшикал его, пожмякал на сухие, либо на влажные. Посушил и типа прической, как будто бы как влажные волосы, да? Типа мокрый эффект, не знаю. Первый раз буду пробовать. Для лета, мне кажется, самое то приятное. Кстати, тоже очень запах, я уже понюхала. Так, потом себе заказала новинку. Вот такую маску для лица. Она с медом. Медовый экстракт из золота 24 карат. Вот она такая прям вся крутая. Из дорогой серии. Решила попробовать. Посмотрим, что будет. Вот, как она подействует. И заказала вторично вот такую маску с маслом конопли. Она мне понравилась тем, что после нее кожа настолько увлажненная, настолько прям нежная и гладкая, что вообще невероятно. Вот, так что вот такой вот небольшой заказик у нас остался. Все, я уже покушала, сделала себе чай и пойду сейчас... А, нет, не пойду, подождите. Давайте посмотрим, что ж китайская посылка пришла. И я знаю, что здесь тут метр должен быть. Сейчас открою, посмотрим. Телефон на кружку с чаем. Вот такой вот метр, мягкий. Ой. А он что? А, вот. Думаю, тут что-то у нас получается дюймы, наверное, да? Вот, короче, сантиметры. Вот так вот он фиксируется. И когда нажимаешь на кнопочку, вот он зафиксировался. Хобана, прячется. Вот мне для моих вязальных идей как раз-таки хорошо будет мягкий метр. Потому что у меня сейчас только металлический такой, твердый. Вот. И он много места не занимает. Даже это с собой взять и... Хоба. Наверное, длинный. 140. А, вот. 150. Так, князь. Уже пришел. Хоб. И спрятался. Вот такой вот хорошенький. 3 рубля или 4 рубля он стоил. Вот я вот такой видела у девочек, которые, получается, фиксируются сам. Потом нажимаешь, и он прячется. Вот. Класс. Мне нравится. Все. Иду работать теперь. И вот. Продолжение следует...